Идет видеозапись для интернета. Брак сидит. А здесь вот иначе подметает. У нас только мусор накопилось. Пылесоса у нас нет. Вот у нас пылесос. Это метелка наша. А там паля сидит. Сейчас только что подбегала. Сидела прямо тут. Видишь, веником ковер нельзя. Он весь задавлен у нас. Задавлено, наверное, по столу везде. И приходится денег, а денег не берет. А это вновь изнутри. Две недели прошло и опять. А по мелочи каждый день подбираем. Вытаскивать ковер нельзя. Паля, уходи. Паля, куда-то на грязь. Ну-ка, уходи, уходи. Грязь, да уйди. Вот туда. Вот так. Видишь, табуретки все это поскидал, убрал. Теперь все поставили, как кончилось. Вот эту вот у меня. Дай-ка сюда. Вон ту картонку. Вот она картонка. На нее пришил этот коврик. Для того, чтобы ставить. Это у меня рабочее место. Это вот мой стул. Вот он какой. Где такой стул найдешь? Оригинальный. Это выброшенный. Я где-то подобрал его. А теперь все веревочками привязал. Все это сшитые. Матрасик такой. А сверху это целыми днями на нем кручусь. И нужды никакой нет. Пришла одна у нас уезжала во Францию. Уехала жить. Раиса Малютина. Раиса Юльевна. И вот это кресло такое. Стул такой. Бывает на нем. Крутится налево-направо. Его можно поднимать. Возьмите. Возьмите. Она выезжает. А куда? Мне даже ставить его некуда. Совершенно. Места нету ни граммы. Нигде. Вот оно все. Видишь как? Скучно. Это вот кошачья закрывает туда. Вот это вот. Что она поставишь на отверстие. Вот оно где. Она заходит и закрывается. Вот оно у ней где. Паля, ну-ка давай. Посмотри. Я туда ссуну. Вот так. Иди сходи на двор. Может быть надо сходить. А вот это вот она. Вот так вот ставится на нее сверху. Она туда и сразу вернула. Вот так. А когда если мне надо, чтобы кошки там были. Вон она вылазит. Гляди. Проламывает. Все. Как тут и была. Дальше я сделал вот такое окошко. Надо, чтобы посадить туда. И чтобы им было тепло. Они тут греются. Я сделал вот такую конструкцию. Вот она сбитая какая. Вот. Смотри. Сколько. А здесь? Прямо деревянная. Я тогда вот сюда вот вставляю. И там она... А вылезти они никак не могут. Вот. Она выдавливать ей некуда. Видишь, какие приспособления. Но... А вообще... А этот несколько... Раз матрас. Сколько слоев здесь? Раз, два, три, четыре, восемь. Восемь слоев и сшил. Она... Подходит к пале и сама ее отдирает. Вот так вот. Раз. Вот такая щель дальше нырнула. Бывает вылезет, а она опять закрылась. Ну, такая кошонка маленькая, до того шустрая. Ребятишки приходят, им всем нравится. Все. Уходи. Все. Посмотри, сколько. Ага. А теперь здесь дальше уже веником пойдет. Вон, смотри, сколько. А чего это? Валенки все это хожу. Целыми днями шмурыгаю тут. Иначе никак. Ну, в эту газету ты посмотришь, куда она вводит. Ну, остальное тут уже только веником убирай. Я уже показывал, как это. Вот все чисто. Ну, все, не такое, как у людей. У них, вот видишь, тут отмотает... Сейчас я буду зашивать ее. Отошла тут край маленько. Все. Сейчас я быстренько зашью. Посмотри, как делается. Я люблю шить. Вот такое, что... Вот сейчас у меня брюки, видишь, как вот разотрались. Это я выходные из церкви. Вот они. Тут заплата. Тут, сам не знаю, что случилось. Внизу просто вон какими. Вся разошлась. Ну, ничего. Зашью. Вот теперь мы посмотрим. Еще вот эта вот она отделилась здесь. А как отделилась? Ну, надо... Вот она теперь сейчас будет нитку ловить. Ну, ноготь. Пришью. Отойди. Паля. Ну-ка, смотри, что здесь есть. Вот лапа-то твоя тут притянется. Ну, ты... Паля, не балуйся. Отойди. Ну, живая нитка тут для нее это мышь. Ну, ты коряпаешься. Ну-ка, отойди. Тут пыль не убрали еще. Дай-ка мне веник там сюда. Маленько я это... Вот еще нельзя сделать. Она не даст. Это бесполезно. Вот тут потом это можно убрать дальше. Слетешь. Подожди, сейчас я буду шить. Она будет мешать. Вот, поставь. Вот, отвлеклась. Ну, увидеть ниточка шевелится, шабаш не даст. Все, уедала. Для нее это мышка. Это природное у нее такое. Иди отсюда. Ой-ой-ой. Ну, что коряпаешься-то? Иди отсюда. Иди. Ну, паля. Лезь туда, лезь. Под это. Туда, лезь. Лезь. Туда, вон туда, под эту. Вот так вот закрыть ее туда, там пускай сидит. Вот сейчас посмотри, как она ломится. Она сейчас не знает, на какую сторону пошла. Вон она где, шевелится. Готово дело. Увидала ниточку. Все, ни в жизни удержаться ей. Посмотрит. Идет сюда. Это... Зверь растет. Вот она смотрит, ниточка шевелится. Ей уже не утерпеть. Она не даст дошить. Вот я сейчас пришью. Это уже от матраса, от ковра отскочила. А теперь ее сюда. Все, парень, нельзя баловаться так. Вот. Вот смотри она как. Я сейчас иголку пока не оторвал. Пойдем-ка. Вот, посмотри она как это ловит. Мышей ловит. Вот я ее положил сюда. Смотри, вот я сейчас... Подойди сюда поближе, гляди. Вон туда, вон туда дальше. Паля, иди сюда. Паля. Да иди сюда. Вот смотри. Иди скорее. Она погружала сюда. Нету. Иди сюда. Паля, скорее сюда. Ах, 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 ах. Зубами. А вот я тебя за лапу-то. Ха-ха. Ой. Тюрючок потерял. Так я вот туда залез у нее. Она туда вовнутрь его скатила и утащила. Ох, ох, ох. Сейчас надо вдергивать. Подожди-ка. Вот уже открыла. Ого. Ну все. Паля мешается. Ну что-то... Вот никак. Ну теперь... Вот никакая тварь. Ничего нельзя сделать. Вот, сиди здесь. Турма. Вот. Вот тебе это не мать. Ей не выскочить. Она меня допекла. Тут пришлось ее спрятать. Ненадолго, ненадолго. Не буйствуй там. Ну вот Осипа праздник покажет это, или там, который выступает священники, то он только появляется перед народом. А у нас абсолютно все. Мы показываем, как можно жить интересно в этой бедности. Вот так. А вот теперь надо нитку вдергивать. А мне не вдернуть ее. Нитка. Ох. Все, давай, ты вдергивайте. Хаа. Все, давай, выключай. Ну-ка сюда. Сейчас я выдерну. На чум. На белых. Во! Вдернул. По-мужски длинная нитка, как говорят. Два узла. Раз. Вот так вот. Вот три узла завязал. А теперь, когда шьешь, и чтобы она не выскочила, тут тоже можно на три узла. А как сделать? Вот так вот. Вот она здесь тоже где-то выскочила. Вот, оторвалась. Я ее сюда раз. И вот дальше иду. Смотри, вот. Это тоже интересно. Это я тоже первый раз увидал, Сергей Пупков шьет. И, чтобы не развязалась, он двойное делает. А я говорю, так я у тебя научился. Он говорит, так а можно и тройную. Я говорю, я не додумался до этого. Вот она теперь идет. Теперь сюда, в эту петлю. Раз. И второй раз. И третий раз в петлю. А теперь затягиваешь. О! Она развязаться уже не может. Тоже искусство такое. Ой. Негде где-то. И ковер будет как новенький. В церкви там тоже ковер такой драненький. И разорвалась где-то. Ну, пошли. Володя там шторки приделывает. А я капроновой ниткой, крючком и затянул. Затянул, да, маленько пузырем. Как бы батюшка там не запнулся теперь. Прям на проходе. А чтобы не прошло оно, теперь снова я туда. Раз и два. О! Пузелками. Вот и ходим. Когда-то мы на улице хлопали ковры, а сейчас-то они все задавлены. Ну, вот здесь вот. Смотри, там покажи, как ковер. За мной-то на чем он стоит-то? Полка-то наша на нем стоит. На палке. Видно, нет? Ну да, видно. Ну вот. А как убирать? Это вообще трудно очень. Ну, поэтому мы ковер не трогаем. Лежит он, говорит, нас не трогают. Тысячу лет, как старая бряца, говорит, лежала до нас, и пусть дальше лежит. Не мы его положили на лопатки. Вот. Чем не машина? О! Это не ускоренно. Это просто так. Шить надо. Мне некогда тут сидеть. Никита у нас занятый. Володя тоже занятый. Один я свободный. Как Сергий Радонинский говорит. Дров наколоть. Холодновато, братья. Все уткнулись. Сухари там жуют. Крадущие. А ему плеснилое дадут. Изо рта у него плесень. Зеленый дым идет. И он, чтобы поесть, он нанялся кому-то стенки сделать-то. И делает. А они сидят, смотрят. Авва. Вот тебе и Авва. Как Игнатий Брянщининов говорит. С товарищем они решили в монашество пойти. Так благодаря царю только он вышел-то. Он в военном ведомстве-то там, в училище-то. И он бегал молиться. Молиться в храм. Это подозритель. Молодой человек молиться. Его сразу поставили в ряд революционеров. За счет подпольной организации. Его допрашивают. Ну, я верующий, я молюсь. Ну, тебе не достаточно, что с троем ходите в храм? Да нет. Сдумал уйти в монахи. Кое-кое как ему царь Николай был. Первый знакомый, близкий. И он ему помог. Помог, чтобы уволиться. И вот он с товарищем пришел в монастырь. В монастырь он знатный был. Он к нему царь благоволил. Ну, и братья-монахи, это завистливые люди. Они ему суп варят с товарищем, только отдельно. Отдельно. Картошки нету. Они все-таки купили картошки. А чистить нечем. Первое время мы эту картошку топором чистили. Я когда прочитал, топором попробовал, ничего не почистишь. Видимо, один держал, а другой пилил топором. Монахи. И это все описано у него. Игнатий Брянщинин. Он говорит, монашество, будущий епископом уже там, каким-то там, черноморским. Монашество кончилось. Остались одни актеры. Это современник Пушкина. Одни актеры остались. А актер, говорит, ничего не сделает. Еще тут, ну ладно, правительство отпустило на монастырь там 2 миллиарда. Сегодня. Полы с подогревом. А ты посчитай житие святых. Они какие, беспокровные житие. Стоит там Даниил, Столпник. Даже в монастырях-то было как. Ну и вот такая обстановка. Что угодно. Но только Слово Божие, чтобы не звучало и не было. И вот начинает когда-то, главное, что-то заучить, по каком порядке служба. Библии вообще в руках нет. Я говорю, ну вы хоть иногда собираетесь, монахи? Да нет. У меня брат священник. Вот строитель, его здесь архиерея отправляет на другие храмы. Тогда еще был. Раньше. Омский. Омский Максим был. Кроха, фамилия его. Ну и едет там с Диаконом. И разговаривает дорогой. И говорит. Ну а как у вас дела? Да ничего, так все хорошо. А где доход? Да хоть что, а тут отпеваем, говорит. Тут хорошо платят. А сколько было? Ну вот этот месяц, я не знаю, наверное, 47 человек. Ну Бог даст, так может и больше будет. Рассуждает, Бог даст. Я говорю, ну а Боге? А Библии-то хоть раз читали? Да ты что, никогда. Это подозрительно. Архиерею сразу сообщат. Архиерею сообщат, что человек... Вот батюшку отправили там где-то в Истекуле или где-то он был, что-то тюкала, он там служил-то. Ну и священникам как-то сружились по-хорошему. А до этого был там Власий, он очень известный такой, за него ходатайствует теперь. И этих надо убрать. И они приехали к архиерею нажаловаться на священников своих. Ну, говорят, они говорят, дров много жгут. Ну, архиереи говорят, так много жгут, так тогда жарко будет. Жарко, Владыка. Так они, говорит, выйдут и на дворе ходят в трусах в одних зимой два священника. Вина много идет, говорит. Ну а куда она идет? Ну куда, говорит. Два человека прищищаются, пол-литру льют, говорит, дальше некуда, написано, выпить и потреблять, называется. Так они пьяны бы были. Ну, архиерея вызвал батюшку-то, когда я начал ему говорить. Ну, посмеялись им. Он вернулся, эти люди-то, которые жалобщики, так говорят, что ж вы так делаете, так говорят. Жалуйтесь, ничего не узнали. Да у меня недостатков-то сколько хватает? Вы бы спросили, батюш, какие твои недостатки, за что тебя можно убрать? Я бы вам сказал, мало молюсь, мало там другого-то ничего нету. Это священники в рот алкоголя не брали, поборы никакие не делали, но ничего нет, простые. А вот вздумали вернуть. Это прихожане. Это уж абсолютно точно. Это мне рассказывает не чужой человек, а брат. И поэтому с чего надо начинать? Вот будь ты патриархом. Ну, заниматься надо, учить. И видно, что неверующий поговорить и сказать, ты иди-ка на стройки народного хозяйства. Поставить ему в обязанность, как вот у свидетелей сторожевой башни, у них вот столько-то он должен пройти. И за месяц вот там 70 с чем-то домов посетить. Это два дома за день? Да. Это у них в обязанность. А здесь за тысячу лет ни одному в обязанность не поставили, никто не ходил. Ну, приходят и-ка только за деньги. Только за деньги. А да мы любого покрестим. Да нет. На добровольное пожертвование. 300-400 рублей. Все обман. Еще делать? Работать. Вот что у нас узнали, хотят общину образовать, никто нигде ни разу не образовал. Только начинают попы на поперек. У нас было один храм, поэтому священников было четыре. И практически все против. И как ничего, собирали людей, занимались они и клеве еще перед уполномоченным. Ты свое дело делай. Делай. И жди, когда услышишь у священника нужда какая. Первый приди, скорее ему помоги. И глядишь, он умягчится. Умягчится сердце. Это нельзя так точку поставить. Это бесполезно. Вот у меня на работе был одновременно как старший по охране. Сторож и старший. Но я не курю и смотрю. Я однажды гляжу, идет начальник Мироненко Иван Пантелеевич. Ну и Рыжков Михаил Федорович, заместитель инженер. Идут. Этот не курит, а этот курит. Идет по базе курит. А база контора снабжения аутайских хлебопродуктов. Ну там гореть-то нечем. Ну, принято ли, на территории деревни курить не разрешается. Я сижу в окно, смотрю, сторож. Гляжу, курит. Я выскочил, догнал его. Добрый день. Добрый. Он такой какой-то суровый мужик-то был. Я говорю, Иван Пантелеевич, вот идете сейчас курите, а курить-то нельзя. А зима, там снег, там бензином не разожжешь. Вот ума есть или нет? Как он остановился на меня? Вы что мне указываете и как? А Михаил Федорович Рыжков и говорит. Это правильно говорит. Мы же сами его инструктировали, инструкцию дали. Он по инструкции делает-то. Ну и вот приходит его секретарь однажды ко мне. Я уже говорил об этом. Девушка одна. И говорит, вы мне сделайте вторую дверь от начальника. Двойная дверь бывает. Открывается. Почему? Матерится по телефону везде. Все время матерится. Коммунист. Настоящий коммунист. У него матерки. Ну весь алфавит матершинный. Я пришел. А мы ремонтируем базу. Я начал замерять вокруг. Он сидит за столом. А это что? Я говорю, двойную дверь делать. Двойную. А зачем? Сильно материтесь. Уши вянут у секретаря. И она говорит, невозможно слушать. Как он вскипел. Думаю, что меня учить будете? И как? Я говорю, такой стиль работы, Иван Пантелеевич, партия осудила. Я как будто бы какой-то тоже партиист. Никаких. Ну я тогда на велосипед и поехал. Управление где? Поговорил. Там партор свой есть. Я говорю, так и так. Это вот так. Да вы что? Я говорю, да. Он же коммунист. Ну да, ну а можно как-то? Да какой разговор-то? Я буду там. Прошло часа 2-3. Он приехал. И меня вызывают. И сидим разговариваем. Он по-хорошему. Иван Пантелеевич. Вот такая-то жалоба. Ну и секретарь, инженеры тут все подтвердили. Бога, галтера. И он расспросил. И да, говорит, материться. Все время. А я в кабинете, говорит, только чуть-чуть так слышно. А когда здесь он идет, телефон его вызывает. Ну зачем он пойдет, когда тут зовут? И он матюгами кроет. Я тогда перед этим, когда вот услышал, первым делом я пошел всех расспросить. К инженеру подошел. Я говорю, а Михаил Федорович, а почему вы ничего не говорите? Ну вы же не материтесь. Что ты? Он меня, говорит, выгонит сразу. У меня, говорит, машина на ремонте стоит здесь в теплом гараже. А у нас там автобаза своя. Ну не автобаза, как много машин-то. Он боится. Я пошел в бухгалтер. Он говорит, что ты? Он премиальных сразу лишит. Что ты будешь? Я пошел за складами. Она говорит, что ты? Он выгонит меня. А каждый держится за работу. Я подумал, машины нету. Премиальных нету. Я неуязвимый. Вот я тогда и дальше начал ему говорить. А этот приехал в Парторг. По-хорошему все. Так. И говорит, Ван Петельевич, если уж вам невыносимо, поезжайте в свой сад. И там отведите душу. А как душу там? Материться и, ну как правило, на половые органы нажимать. Говорит, ведь вот то и вырастет на сучках-то все. Это новые сучки. Ну вот он заулыбался. Все. Дверь я не сделал, не надо. А на меня он и затаил. Ну а мне-то зачем это нужно-то? Я думаю, как же его поймать-то где-то? Гляжу, идет у него подметка там, оторвалась в ботинок. Я скорее валенки взял, принес ему. Я говорю, Иван Петельевич, наденьте валенки. Валенки, а зачем? У вас обувь разорвалась. А у меня с собой инструмент здесь, я ремонтирую. Я говорю, я вам сейчас их, вот какие будут-то, хоть на выставку. Он ни слова не говоря, правда, снял ботинки, мне отдал. Я бегом на базу. Скорее пришел во время, ну еще дежурный сторож. Смотрю, машина нормальная, идут проверять, не надо все свои. И ему ботинки эти принес, подшитые, валенки забрал. Все, у нас такой мир установился. Потом тут стату управления алтайское. Я пошел, он уже на пенсии там, поздоровались. Он сейчас такие глазки слезятся-то. А чем вы занимаетесь? А чем я занимаюсь? Чем я занимался, проповедую, считаю. А на меня жалоба поступила. Клиенты были и говорят. Он нам о Боге говорил. Статьи нет такой, но он говорит. Тут приходили, собирались и молились. Не было этого. Ну а как доказать-то? Верят-то и клиенты, а клиенты. Да, и мне это все, что больше-то не было. И когда характеристику запросили в прокуратуре, и когда я уже под следствием сидел, характеристику дали. Это для слова Божия нету, там все написано. И с тех пор, говорят, у Лапкина не было нарушения дисциплины. А инженер-то хороший такой. И как раз первомайские праздники. И он говорит, вот тут сколько там, 18 флагов этих, надо повесить. А там трубочки только, на лестнице подняться в трубочку. Я говорю, не, Михаил Петрович, я не буду. А почему? Я говорю, если я к флагу к вашему прикоснусь, я неделю руки с мылом мыть буду. Погонь! Сколько крови на них, сколько репрессий было, советская-то власть. Когда и только конец придет, Карачук. Долго держится, скорее бы ее зарыли, закопали. И он на суде все это сказал. Ай-ай-ай, судья слушают. Террориста поймали. И ко мне отношения, представь себе. Один милиционер заводит в зал суда. В зале суда, а там есть. Меня, краснопогонники, 12 человек солдат было, заводили одного. Через толпу продергивали. Почему? И вот эти показания во вред ни одно не пошло. Вот даже здесь, и то у меня настолько все было интересно. Ну, любое дело. Сейчас опять буду вдергивать. Все, зашью. И дальше я в интернете. Мне сегодня надо обработать. Вчера у больных были. И получилось, два у нас было аппарата. И один кончился запас. А другой надо было разорванным. А мне соединять тут трудно. Придется отсылать другое место. И с утра уже пораньше. Новые люди приходят. И надо ответить. Разобраться с роликами. И тем более, в Америке один работает. Корочков Андрей. Он взял по файлам, разбил Златоуста. И мне теперь надо все это постепенно перекачать себе. А от себя теперь по одному ролику ставить туда. А тут еще один человек. Вот. Который работает тоже, помогает. Недавно по знакомости. Птушенко Сергей. Чтобы шумы убрать. Ну, а сколько там роликов? В Златоусте 1226. Роликов новых. Это труды святого Иоанна Златоуста. По проповедям. А сейчас, говорит, с житиями кто-то занялся. Помогает. Мной насчитано было в 80-е годы. И Архипелаг ГУЛАГ. То 76. 76 этих роликов было. А Библия неизвестно сколько. Потому что он дошел до Нового Завета. Это где-то, ну, наверное, 89. Или даже больше 100. Ну, в общем, так. Я даже мог бы сейчас... А, нет, не сказать. Он только начал Новый Завет. И все по ролику ежедневно выставляю. Библия мной насчитанная по одному ролику. Златоуста и Архипелаг ГУЛАГ. И события дня. Вот 4 это у нас постоянно идут каждый день. А остальные я дополняю, которые вот такие события. А работа? Конечно, работа. 8 800 роликов. И каждый день приходят новые люди. Вчера вот зашел один с Молдавы. С Молдови. Интересно. Игнатий Тихонович. А вот это вы как понимаете? Опять Игнатий Тихонович. Я сегодня заново прослушал. А по телефону. Вчера была вечером беседа. Это... Сейчас 45 минут. Сейчас 45. И он 25 раз меня назвал, навеличал. Игнатий Тихонович. Это как? Такого у меня еще не было. Новый мужчина. Серьезный. И такие вопросы все серьезные. 25... Я прослушал заново. 25 раз меня он назвал, навеличал. Мне тогда смешно видно. Очень уважительный. Огромное вам спасибо. В конце огромное спасибо. То есть он нашел то, что искал. Ну, я знаю там, когда выступают. Амерейские мальчики пропают. Кто-то 4 спадает. 5 миллионов. Но у нас этого нет. Бывает там 100, 200. Там, ну, некоторые уроки 200 тысяч даже есть. Но это такие, которые там, то мы выжигали, когда шершней. То еще что-нибудь такое. Вот это клиенты, которые считают, которые душа касается. А песнопения даже люди слушают. Ни одного еврейского слова не знают. А я сразу запросил в Израиль, тропко Евгения, слова какие? Так это псалом поют. А другое, вот я вчера говорил, там 114 еврейских мальчиков поют. И они поют, что ангелов Бог дал, слава тебе, творец мира. Ангелы охраняют меня, аллилуйя, слава. Они как повторяют, ну, поют хорошо. И там тоже миллионов 6 просмотров. Ну, посмотрел, ушел, нигде ничего нет. Нету. Наши, которые считают, остается. Они люди меняются. Мы, говорит, на ваши натолкнулись, хотели из интернета уходить. Семейно. Сейчас, говорит, каждое утро только помолимся и сразу вас начинаем смотреть. То есть я получаю свидетельство, что это труд. И труд приносит свои плоды. Как один ваш, говорит, том попал в заключение, я, говорит, три раза один том просчитал. И вернулся, я всю жизнь пересмотрел. Все. Вот сейчас подметем, а так надо душу выметать. Искать потерянной души. Драхму женщина метет. Дальше, Володя, там сделайте. Сейчас я заново ниточку делаю, уберу. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...